Пошел посмотреть сегодня. 25 января 2019 года. Катушку тут вот сейчас почистил. Надо метелкой развести. И Володя идет, что-то большую сумку несет. Купил что-то или? Это я иду его встречать сегодня. Это у нас при входе в храм. А что так тяжелая сумка? Ну-ка. Конечно тяжелая. Ой-ой-ой. Ну-ка, да я тебе помогу. Игнатьич, значит, мне дал денег на Златоустов. В интернете увидели рекламу. 7400 и 600 рублей доставка. А вон держит один на крыше через два. Ага, видно. Так я же такую тяжесть набрал. Ты что-то в магазине или что? Ну, вы же заказали. Вы денег дали, а я заказал. На Златоустов. Ой-ой-ой. Как это полное творение Златоуста. Да. Ой-ой-ой. А какой он легкий-то почему? Да бумага такая, видно это. Ну, видимо, да, бумага. Ну, бумага, видать, легкая. Вот он где, Златоуст. И все это обвернуто как. Ну да, это. 12 томов? Да, 12. А которые две книги они давать хотели сверху-то дали? Какие две книги? А сверху две книги обещали дать. Нет, а это в другом месте заказывали. А, ну, не важно. Там накладная есть, Сретенский монастырь. У-у-у-у. Дай-ка я сейчас это шапку сниму. Дело в том, что у нас в прошлые годы, при советской власти, настоятель прозвал секта Златоустовцев. А почему? Потому что я насчитал Златоустовцев на пленке. Полностью 12 томов. Ой-ой-ой. А достать-то негде было. Мы ездили по всей стране. Доставали. Я их насчитывал, а потом размножал. Это по 375 метров катушка. 8 часов 20 минут. На скорости 4,7 сантиметра в секунду в сантиметр. 8 часов 20 минут. 375 метров. 62 катушки. О-о-о-о. Вот это да, вот это сокровище. Я когда в Америке был, то там был отец Арсений, Арсений Кондратюк, архимандрит. Ну мы вместе в Синоди жили. Рядом там. Я у него был. И он возьми да похвалились. Говорит, в Италии вышел полное собрание. Репринтное издание. 12 томов Златоуста. Я как глянул. Ну, такой переплет. Все, бумага хорошая. Ну и он увидел, как я загорелся. Рассказал, как я. Он тогда взял, снял чемодан. И в чемодан все сложили. А когда поехал я в Вашингтон, у Виктора Потапа подарили мне компьютер. Вот у меня тут сомнения начались. Я попробовал. А брать можно только одну. Самолет. Полез проверять. Ну и что? Я подумал, компьютер я найду где-то. А Златоуста нет. Я вот так вот чемодан этот держал перед себе на коленях так. И летел над океаном. И думаю, если я убью себя где-то, то по книгам меня будут узнавать, кто я тут был. Это было очень сильно. Представь себе насчитать. Вот умножить 62 на 8 часов 20 минут. Даже просто 8 и 6. 6 и 8. Ну, понятно, куда и уходит. Закончил я это дело в 79-м году. И начал распространять. Самый последний том был 11-й. А в это время уже окружили КГБ, стояли. Ну, мы ждали ареста. И 11-й том уже оригинал вынесли. Первый, на который насчитано. С которого дальше будем ли. А у меня так был Леша Речкунов. И он сделал так. Даильный аппарат называется. Маяк 205 был. Четыре дорожки у него. На скорости можно 19 сантиметров записывать. Четыре раза больше нормально это. В 8 раз быстрее, чем слушать получается. И одновременно кнопка я мог срывать. 10-ть крутили. Там шумело. Тон студия была. А 11-й том не успели. И в это время арест. Вот тут мы, конечно, мы спрятали. Оригинал остался. А потом все это где-то под землей. Все это зарыто было. И потом с этого пришлось теперь расцифровать. И сейчас я все время выставляю. Тут помогли Андрей Крещков из Америки. Сам он взялся за это дело. И все сделали файлами. По полчаса примерно. И там очень много. Я не знаю, кажется, 3000 даже файлов. Ну, там огромный материал. Я его насчитал от корки до корки. Я на Заталуске. Ну, а так как мы были первые на катушке. А потом сразу переписывать стали. Такие кассеты маленькие были. Вот такие вот. И тогда был архиепист Кабгедион. И он говорит. Вот я за Великий пост прослушал. Не знаю, три что ли, Тома проголился. Я бы, говорит, одного не прочитал. Он очень благодарен был. Так это... Ну, и закрепилось так. Златоус, Златоус. Потому что я издал. А тут фильм назвали этим. Для нас Златоус это слишком много значит. Я не знаю, будешь ли его не распечатывать. Если считать все не будешь, то не распечатай. Тут пыль не попадет. Это бумага такая легкая. Вот у нас тут соседи живут. И они выкинули вот эти вот... Вот. Это какие-то там журналы. Сколько тут журналов-то? Раз, два, три, четыре, пять. Канцелярские товары. Канцелярские товары. Ну, это по толщине... Все для уфа. Вот эти вот примерно так. Даже намного меньше одного тома. А весит это раз в пять больше. Вот сейчас я даже посмотрю. Это что получается? Четыре книги? Это больше весит. Это бумага у них такая. Ну, ничего. Беречь будешь надолго хватит. Златоуст. Святитель Иван Златоуст. И там написано его слова. Да. Ну, я рад очень за тебя. Ты теперь... Должен жить, как Ян Златоуст учит. Счастливый ты. Досталось тебе еще у тебя. Спаси Христос вас, Игнать Иванович. Ну, ладно тебе. Ты достоин такого подарка. Это Господь. Той, той, той. Ты что тут лазишь, а? Ну-ка иди. Считать не умеешь. Только балуешься. Вот ты какой, а? Получается, что... О-о-о! Это вот один, два, три, четыре. Это восемь. Ну, правильно. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Это в одной пачке. Вот это, видишь, прямо пачка. О-о-о! Это что же такое-то? Постой-ка. Постой. Это тебе сопроводительное. Что тут такое пишет? Товарная, накладная. Номер документа. Номенование товара. Возмещение стоимости. Ход по окей. Цена. Так, цена-то что получается? Семь тысяч шестот или как? Восемь тысяч вместе с доставкой. Восемь тысяч, да? Да, с доставкой вместе. Ну, так тоже это стоит деньги. Это, наверное, копия. Что-то я не прочитаю, где златоуство. Русское. А, организация. Сретенский Ставропегиальный Мужской монастырь. Русская православная церковь. Московский Патриархат. Ну, а дальше иные-ные, и прочее. Москва. 107-031. Улица Б. Лубянка. Дом номер 19. Корпус 1. Телефон. Грузополучатель. Луканин Алексей Игоревич. Город Барнаул. Телефон такой-то. А кто это такой? От которого получал златоуство. Вот. Ему будь благодарен. Ну что. Поздравляю. Поблагодарим Бога. Господи, слава Тебе за великого труженика на небе Твоей, святого Иоанна из Константинополя, прозванного Златоустом. Его молитвами святыми. Помоги нам вместить его труды и жить достойно нашего Учителя. Будь милости к нам, Владыка. Упокой в обителях небесных новопредставленного раба Твоего, Сергея. И кто помогал. Да будут они благословенны. Этот Алексей. Тебе слава за все. Отец и Святой Духа. Аминь. Кто сохранил, кто перевел. Кто печатал. Господи, всех благослови. Здесь и в будущем веке. Все. Я закрывать буду. Сегодня, видишь, какое событие-то у нас. День за днем идет. Я уже и думать перестал. Думаю, наверное, нету. А ты на тебя сегодня. Ты ее где хранить-то будешь? Надо куда-то положить. Надо выбрать время. Это место где-то. Может быть, вон там в углу на этой. Ну, тут на этой, как на лежанке сказать, на кровати. Там все равно много места-то не занимают. И сумки-то вытащишь, нет? Да. Ну, вытащи. Вот-то ты корябаешься, а? Боловной. Ну-ка, считай на. У тебя зрение-то у маленького было плохое. Ну. Все. Ни одной буквы не знаешь-то. Одно слово только знаешь на четыре буквы. Мышь. А не знаешь с мягким знаком или нет. Нет. О-о-о-о. Боловной такой. Слепой котенок был совсем. Вылезет, сидит, ни шагу. Я вот святой водой протирал. Да сейчас до того хороший. Замечательный просто. Белый, не балуйся. Эх ты. Ты что балуешься, а? Хулиган. Ну. Белый, ну-ка, слезь с книг. Эть, прокальник. Все, да? Все, да. Все, все. Я сейчас готовюсь. У нас занятия сегодня идут по интернету. Давай. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...